И сегодня у нас в гостях в рубрике «Главные герои» студент Челгу, капитан экологического клуба «Заинтересованные лица» Михаил Сергеев. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Экологический диктант – событие такое уже не новое для Челябинска, но мне кажется, очень важное. Насколько? Как вам кажется? Важно не то слово. Это наиболее актуальный вопрос именно для Челябинска. Все мы знаем, что по экологической обстановке имеет неблагоприятный опыт. И если ребята, люди старших возрастов, средних возрастов будут писать экологический диктант, узнавать свой уровень экологических знаний и способствовать наработке новых экологических знаний, будет интересно и будет познавательно для всех людей, всех возрастов. Существует проект «Школа экологии» под вашим руководством. Чему он посвящён? Что происходит в этой школе? Чему вы учите? Ну, прежде всего, мы всё-таки учим людей до 21 года. То есть это школьники, молодёжь до 21 года, ещё раз повторюсь, учим основам экологически осознанного образа жизни. То есть через цикл образовательных мини-лекций, бесед со спикерами. То есть приглашаем спикеров достаточно общероссийского уровня, общемирового уровня для того, чтобы ребята поговорили, что-то узнали новое. Направлено это всё для формирования экологической культуры. Данный проект развивался, так скажем, не за один месяц. Он долго планировался, долго разрабатывалась программа. И вот уже начиная с сентября по ноябрь мы его проявили. То есть он завершается, но будет ли у него продолжение? Да, продолжение будет. Уже в феврале, ориентировочно, начало февраля стартует новый, так скажем, новый цикл занятий, новые спикеры, новые мастер-классы и новые такие вот мероприятия. Мне кажется, Челябинск встал вот на эту экологическую тропу и уверенно, пусть медленными шагами, но всё-таки всё лучше и лучше и лучше, быстрее и быстрее движется. Вот чтобы ускорить этот процесс, на ваш взгляд, какие можно применить способы? Ну, здесь главное всё-таки участие людей, если будет отдача, то есть если будет заинтересованность, будет предложение. Но мы сегодня знаем некоторые проекты по вторичной переработке. Есть ли ещё какие-то проекты, которые в рамках вторичной переработки сырья существуют или будут существовать на территории Челябинска? Да, на данный момент уже известно, что спускает новый, так скажем, экологический проект сбор зубных щёток. То есть на базе магазинов розничной сети будет производиться сбор зубных щёток уже использованных и в дальнейшем они будут перерабатываться и из них в дальнейшем будет, так скажем, материал будет пущен на производство асфальта. То есть такой проект имеется. А вообще что может иметь вторую жизнь? Ну, мы все знаем, что можно переработать пластик, бумагу, то есть ещё какие-то материалы. А вообще есть какие-то, может быть, новые решения? Может быть, маски медицинские использованные начнут перерабатывать? Вопрос достаточно актуальный. Все мы знаем, что масок в последнее время производится очень много. Отход, следовательно, тоже высокий. Да, разговоры ведутся о том, как перерабатывать, куда можно использовать в дальнейшем. Но пока это всё-таки больше на словах, потому что реальных предложений не имеется. Именно в России, если мы говорим про опыт зарубежных стран, то там уже раздумывают о том, чтобы пустить, шить из них одежду или какую-то атрибутику. Вы и ваши коллеги принимали участие в ЭКО-квесте «Вода России», где заняли первое место и обошли знаменитую Бауманку, с чем мы вас, собственно говоря, поздравляем. И вот сейчас в ноябре пройдёт слёт зелёных вузов. Вот с какими предложениями, возможно, вы поедете и будете ли участвовать в качестве спикера? Да, мы поедем, в принципе, на этот слёт. Слёт направлен на популяризацию, опять же, экологического образа жизни среди студентов. В слёте принимают участие студенты наиболее отличившиеся. Студенты со всей России, начиная от Крыма, заканчивая Дальним Востоком. Мы поедем командой, также, да, мы победители, следовательно, мы уже будем представлять нашу команду, будем рассказывать про опыт наших мероприятий, в том числе школы экологии и ряд других проектов, которые действуют на базе нашего факультета. Спасибо вам большое, Михаил, что нашли время, заглянули к нам. И я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях в рубрике главный герой был студент Челгу, капитан экологического клуба, заинтересованные лица Михаил Сергеев.